И есть еще сверху, еще один регистр, который называется «Альтиссимо». Он в оркестровой практике старается избегать его для таких колонсистов, как я, старается его не писать. А «Виртуозы» там его тоже используют. «Альтиссимо» более резкий регистр. Если шривон, нижний регистр, бархатный, кларина, он действительно медь напоминает. Концепция использования первого кларнета, именно его идея была, как ложная труба, замена трубе. И вот, кстати, эту идею потом использовали в Биг Бендах Джатсон. Говорят, что очень часто, когда, например, трубач уже выдохся, его партию мог вести, не переписывая тональность ключа тот же самый, но лобосебемольный. Кварнет мог вести партию трубы. Вот, значит, диапазон кварнета, ну вот этот себемольный кварнет, значит, это, ну, порядка трех октаров. Да, трех октаров вылечен мне. Да, вот нижняя, я сейчас играю. Вот реактор. Можно и выше, можно и на четыре. Дадусь, если, так сказать, учиться. Вот, ну, этого, я считаю, как тут. Вот. Значит, мы уже так, кварнету перешли мы. А, прежде всего, что хотелось сказать. Вот, как мы говорили, мы уже сегодня эту картинку видели, да, что они звучат ниже, потому что у них один конец закрыт. Вот. Второй момент из этого исходит. Я объяснять не буду, просто скажу. Вот, когда мы передувание делаем на блокфлейте, у нас повышается на октаву. Да? Те же самые ноты на тех же самых дырках, но на октаву выше. На поперечке то же самое. А вот на кварнете происходит совсем другая штука. Передувание происходит на двое децима. То есть это квинта через октаву, полтора октаву. Почему такая штука? Это вот связано именно с вот этой вот акустикой, как я рисовал, половинку струны. Вот, не все передувания там возможны. И это была большая проблема. Хорошо, об истории кварнета точно расскажем так. Карл, простите, нет, Иоганн, Иоганн Кристофер Деннер, изобретатель кварнета. И в Деннерах было несколько человек, они, ну, даже как у Бахов, там, в семье. Вот, значит, Иоганн Кристофер Деннер, он изобрел кварнет каким образом? Он взял шалюмо. В то время шалюмо считалось не оркестровым инструментом. А, во-первых, хуст не малый диапазжен. На передувании никто не играл. Вот, рожок я возьму, например. Вот эту жерейку. Вот, в принципе, чем? Народный кварнет. Вот есть такой, я его сегодня уже упоминал, Дмитрий Дзюрин, который теоретик народных инструментов. Он это называет кварнета, семейство кварнета. Вот эти бисы всякие, фолииты, да, садюнки всякие. Вот, вот на жерейке, что может всегда-то? И все, выше нет. Вот, и потом, значит, первое, то, что ограниченный диапазон, а второе, то, что нельзя... А второе, то, что звук... Вот, мастер-класс, есть такой, Рыбаков, Кирилл Рыбаков, это доцент из консерватории. Твой мастер-класс по кварнету есть в сети. Очень рекомендую посмотреть. Вот он там приводит пример из какой-то древних вот рукописей, там, письмо в столярных жанрах, так сказать. Так тот, кому письмо пристало. Люди музыкой интересовались, и там, в общем, письмо было такого смысла, что, в общем, это напоминало, извини, шлюмо. Вот. То есть, вот в таком бывании. Почему?